Да, в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Пахаренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Добрый день. Добрый день, все. В сайтах akirovo.ru еще раз напоминаю, что там есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, мы там ежедневно выкладываем анонсы особых мнений. То есть вы непосредственно можете узнать, кто будет у нас в гостях. Если у вас есть вопрос этому человеку, то можете его задать с помощью специальной формы. Такая возможность есть, пока, собственно, продолжается эта программа. Ну, как обычно, у нас сегодня несколько разных тем, которые Олег выскажет. По поводу которых выскажется, я хотел бы начать с темы народного схода за сохранение парков города. Народный сход, как известно, состоялся в четверг, 18 июня. Вечером я был на этом мероприятии. Олег присутствовал на этом мероприятии. Как все происходящее? Я присутствовал не до конца. Двоякое, конечно, ощущение. То есть мне показалось, что слишком политизированное мероприятие. Может быть, оно так и надо. В чем политизированность? В том, что оно и организовывалось определенными политическими силами. И в том числе... У меня было ощущение в один момент, что задача стояла больше рассказать о себе, что мы существуем, заявить, нежели решить эту проблему. Вот как-то так. Да, потому что проблема существует, проблема острая. И сложилось это ощущение из самого формата. Ну, то есть организаторам нужно было более четко сделать и звонить, кто выступает. Нужно было бы попросить людей не перебивать спикеров от городадминистрации. Да, то есть они пришли по доброй воле. И проще всего им, то сейчас мы втыкаем, да, это люди, которые... Нужно отдавать себе отчет, что это люди не те люди, которые принимали решения. Да, это люди-исполнители, которые сейчас по факту могут констатировать, что соответствует закону, что не соответствует, где-то слукавить, где-то сказать полную правду. Но вот когда это перерастает из предметного разговора, из постановки требований, из выяснения причин и выяснения того, что предстоит, что будет с этим Парком Победы, конкретно рассматривалась именно ситуация с Парком Победы, но, как мы знаем, вообще парковая тема, парковое сопротивление, противостояние, оно уже идет, чтобы не соврать, года три, в Кирове даже, наверное, четыре, четыре года подряд, то есть, одострились противоречия между городской властью и людьми, населяющими окрестносты того или иного парка, сквера. Но ты имеешь зеленые зоны, когда начинается что-то строить. Совершенно верно. И всегда есть, естественно, всегда есть плюсы, всегда есть миссию, минусы, есть какая-то аргументация, как в данном случае, аргументация служит по Парку Победы, то, что земля была выкуплена по закону, потому что там были строения, сооружения зарегистрированные по закону, спортивные строения и сооружения. И в аренде находилось 48 лет. Но там есть одна проблемка, когда есть собственник участка, и он приобрел по закону, по кадастровой стоимости, там 10% кадастровой стоимости, небольшие деньги, он на этой земле волен делать, в принципе, то, что посчитает нужным. И после этого ограничить его бывает крайне сложно, если никаких обременений не заложено. И я убеждаюсь каждый раз, что у нас почему-то город как раз предоставляет, дает право выкупа этих земельных участков, продает их, предоставляет их без обременения. Ну, взять, к примеру, близкий ко мне по месту пребывания ДК Циолковского, который, как мы знаем, тоже участок был выкуплен частными лицами, там будет какой-то инвестпроект и будет что-то строиться. Но пока конкретики нет. Ну да, конкретики нет, но так или иначе сам ДК сносится, значит, что-то на его месте вырастет. Вот. И как я узнал, оказывается, вот там сквер есть перед ДК Циолковского, никакого документального, никакого обременения, никакого сервитута на этот сквер нет. То есть владелец участка получил участок и теперь вправе строить там все, что ему заблагорассудится, и все, что, естественно, там пройдет через градсовет, естественно, это должно соответствовать каким-то градостроительным нормам, но вот обременение в части сохранения сквера там не предусмотрено. То же самое и здесь. Да, выступал очень активно, и мне понравилось вообще, как держала оборона Светлана Киселева, гендиректор завода охотничьего и оборудованного снаряжения. Это как раз завод является собственником этого участка, бенефициаром является... Ну та организация, которую выкупила, да, и арендовала. Ленин Хефаркин тоже был на этом сходе, но он сам не выступал, я не слышал, по крайней мере, его выступления. Он не выступал. Он стоял среди людей. И там интерес понятен был изначально, там есть теннисные корты, и было в планах строительства еще крытых теннисных кортов, насколько я знаю. Но вот как сейчас будет использоваться этот участок, который под стадионом... Вот Светлана Николаевна Киселева сказала, что мы не будем строить здесь. Но это честно, как звучало, в планах завода строительства нет. Но завод может, имеет полное право, этот участок продать. Или в аренду снижевать. Продать, сдать в аренду. То есть сам завод строить не будет. Но кто-то... Если есть попытки, если есть эскизные проекты, которые там показывал депутат ЗАГС Собрания Дмитрий Русских, эскизные проекты строительства жилого микрорайона, то, скорее всего, это не просто так сделано. Вот взял архитектора и решил что-то прорисовать, как там было сказано, да? Вот там Сергей Кутов, известный архитектор. Скорее всего, был какой-то, ну, не предзаказ, хотя бы инициатива от какого-то застройщика, чтобы это прорисовать и посмотреть на реакцию аудитории, как у нас часто бывает. И потом у нас же идет вот этот протест волнообразно, то есть когда на самом входе, вернее, даже еще не на моменте выкупа земельного участка, а на моменте, когда начинается строительство, в данном случае оно еще не началось, начинается бурный протест и так далее. А потом эта волна, она сходит на нет, и дальше благополучно застройщик уже ведет свою деятельность, сгородив все забором, и это перестает волновать хоть кого-то. То есть если три с половиной года назад мы помним, какие баталии были вокруг яблонь у Аус-Арусов, то сейчас, естественно, уже никто и не вспоминает об этом. Спокойно идет строительство, есть застройщик, он взял на себя обязательства по восстановлению, то есть части сквера, и точно так же происходит в каждом из случаев. Нет такого, что застройщик взялся и на протяжении нескольких лет, местные жители, активисты, его долго-долго-долго. То есть либо на входе отменяют вообще проект застройки, как это было опять же с перекрестком профсоюзная и Карла Маркса, где собиралась Вятская торгово-промышленная палата строить свой бизнес-центр, в котором она нуждается, безусловно, и как и политики, и местные жители отбили этот сквер. Там как-то вопрос довольно быстро, довольно быстро разрешен. Отбили этот сквер еще на моменте установки ограждения. В этот момент еще что-то можно сделать, но там собственником-то является город. А по данному участку, по участку в Парке Победы, здесь город собственником этого участка уже не является. То есть в момент, когда его продавали, вот тогда нужны были вот эти активные протестные действия, но тогда это было все тишдогладь, и депутаты проголосовали городской думой за отчуждение. Ну, как утверждается, они не могли отказать. У меня удивление возникает, почему участок... За перевод зоны. Да, за перевод зоны. Зону, где можно строить спортивных объектов. Так что, когда вмешиваются некие политические силы, они преследуют свои политические интересы. И как только вот эта волна слынует, как только политическая партия та или иная, политические деятели, они свои интересы удовлетворяют тем самым, то есть получают известность и так далее, то потом их непосредственного интереса нет, а вот негодование организованного сопротивления людей в продолжении не возникает. Но на самом деле сейчас есть и паблики ВКонтакте, и формируются некие группы неактивного сопротивления. Ну вот, допустим, группа мне очень нравится, я знаю, что вы в программу приглашали, красивый киров. Красивый киров, да, конечно. Когда ребята не просто говорят и выступают, когда ребята берут, бросают клещ, собирают там краски, дерево, инструменты и возрождают там футбольное поле, в парке Дворца Пионера, например, да. То есть вот эти инициативы, они более действенны, и когда, вот в данном случае, я думаю, что это уже хороший такой знак того, что у нас есть гражданская инициатива, мощная, которая может отбить, целенаправленно, вооружившись уже законодательными какими-то вещами, отбить проползновение на тот или иной парк Исквер. К сожалению, ну, город очень оперативно отработал, они сказали, что, в общем, у нас зеленых зон хватает и будет устроиться новая, так что ничего страшного не происходит. Но, вот на мой взгляд, все-таки здесь есть определенное лукавство, потому что, даже если будут зеленые зоны, они будут возникать в новых местах, где-то, может быть, на окраинах, вдоль реки Хлыновки. Ну, а чисто географически-то их нельзя представить. А то, что традиционные парки Исквера, они постепенно усыхают, как это было с парком Аполл. Помню, там частная застройка началась, да, и парк поджали со всех сторон. То есть я не против, если строится в парках, я всегда выступал за то, чтобы в парках строились спортивные объекты, то есть когда там бассейн Быстреца был построен, когда был построен спорткомплекс ВятГГУ, педагогического университета, дворец единоборств. Это замечательно. То есть парки и спортивные объекты – это нормально. Когда в парках строятся детские какие-то центры развлекательные, имеется в виду не стационарные, а аттракционные, это тоже здорово, и это должно развиваться. То есть парки должны благоустраиваться, жить, должны быть люди, они должны быть вовлечены в активный отдых. А вот когда парки отдаются по кусочку-по кусочку под жилищное строительство, это уже у меня вызывает, честно говоря, недоумение и подозрение в корруппированности. Ты знаешь, я на народном сходе стоял, слушал, и у меня родился такой в голове вопрос, связанный с ведением бизнеса, как раз таки, вот этот Кировский завод охотничьего рыболовного снаряжения, я прекрасно понимал, что он уже немножечко за грани, потому что это личное дело бизнеса, но у меня такой вопрос. А с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения рентабельности и получения максимальной выгоды, вот как-то, наверное, не слишком, не слишком это выгодно иметь в собственности участок, четыре с лишним гектара, и располагать на нем, ну как, ну, корту детские площадки. Вот согласились, да? Нет, ну корты, это, по крайней мере, коммерция, детские площадки, это уже благотворительность. Но на кортах много не заработают. Я не думаю, что будет заниматься завод активной благотворительностью, не знаю, как у него ситуация именно с основным видом деятельности, да, но я считаю, что все-таки это не тот завод, который может себе вот красивые жесты в данный момент делать, да. Поэтому вот судьбу этого участка я все-таки вижу, что там будут попытки дальнейшей застройки, чего бы то ни было. Каких-то, ну сейчас торговые центры уже не в частей, не очень интересные, и так половина из них испытывает трудности, да, с арендаторами. А вот жилищное строительство, оно продолжает оставаться на плаву, в пике, и люди всегда будут... Но ведь этот участок надо заметить, до сих пор, до сих пор значится как зона, где возможно только спортивная застройка. Ну, посмотрим, поглядим, увидим, да, участки у нас переводятся тоже достаточно интересные из одной зоны, из одного вида использования в другой. Поэтому здесь самое главное не пропустить этот момент и активно выступить против него, то есть чтобы политическая волна даже схлынув, чтобы гражданская активность не осталась, и чтобы этот участок был невозможным для любого, собственно, есть добросовестный приобретатель, да, и он вроде как не отвечает за тех, кто ему продал этот участок, чтобы для него невозможно было из зеленой зоны, пусть даже со спортивными сооружениями, перевести в зону жилищной застройки. Еще один вопрос по этой теме, и пойдем дальше. Как известно, организаторы этого народного схода надеялись на массовость. На массовость, официально он заявлялся как митинг до тысячи человек, но нетрудно было, ну не то чтобы посчитать, ну так примерно прикинуть, что в два-три раза меньше было, чем тысячи человек. Вот если было бы более массово, было бы, не знаю, более ярко, что ли? Ну, на самом деле массовость она... Впечатление на городскую власть больше бы произвела, нет? Массовость она играет роль, но еще большую роль играет вот как раз, когда инициатива исходит от гражданских институтов. От каких-то общественных организаций. Когда там задействованы политические силы, понятно, что у них есть интерес, помимо просто отстаивания интересов каких-то парков. И вот это не очень хорошо, что люди пришли только... Большей частью там были те, кто случайно прогуливался, много было людей, известных в городе, которые пришли именно на это мероприятие, но это не активисты... Сотрудники тех или иных органов, структуры. То есть там можно сказать, что половина, это люди, которые... Там та или иная сторона, заинтересованная в исходе этого митинга. И поэтому пока такого рода протесты не переросли в массовые, пока люди не осознали, что для чего им нужны зеленые зоны и что их нужно защищать, а этого пока еще так активно не происходит, да, то власти будут с учетом этого продолжать свою деятельность, продолжать свою политику по уменьшению традиционных зеленых зон города Кирова. Ведь по идее должна городская дума в первую очередь вмешиваться в такие процессы и просто их не допускать. Депутаты Кировской городской думы это должны быть застрельщики всех акций противостояния, как, опять же, как общественники, представители общественности, люди избранные. Но вот в данном случае они все-таки не такую большую активность занимают и единицы только могут там сказать свое слово веское на заседаниях, на комиссиях городской думы. Вот на всем этом фоне появилась еще одна новость, касающаяся парков и скверов. Эти зеленые зоны, расположенные на нашем городе, перейдут в непосредственное ведение территориальных управлений администрации. Будет создана концепция их развития. До сей поры, как сообщила городская администрация, ну, этим подрядчики занимались всевозможные. Будет осуществляться пристальный контроль. Пока еще не ясно, в какую сторону это поворот, разворот, или вовсе это не поворот какой-то. Вот о чем речь, на твой взгляд, идет? Не, ну, контроль, безусловно, с органами территориуправления. Я вижу, что тем самым даются дополнительные полномочия территориуправлениям, и их нужно давать. То есть власть городская, она должна быть не централизованной. И нужно делегировать полномочия, изрядную долю функций по благоустройству и так далее. Теоруправлениям, с них нужно спрашивать, но они должны иметь рычаги влияния на арендаторов и так далее. Я сторонник того, чтобы парки и скверы были переданы в аренду все-таки каким-то структурам, я думаю, что коммерческим структурам, безусловно, у которых тоже может быть там свой коммерческий интерес, не застройка, да. Но на парках можно зарабатывать, там можно сдавать в свою аренду киоски с мороженым, аттракционы, лодочки для катания. Все, что угодно. Но в обмен на это коммерческая структура должна обеспечить чистоту, скамеечки и так далее и тому подобное. Если были негативные примеры, ну это значит, что спрос был такой, да. Либо вот по парку Гагаринскому в свое время тоже разыгрывали аукцион, пытались отдать его в аренду, и было несколько интересантов, в том числе и Градский государственный гуманитарный университет, но в конечном счете он остался только за городом. Слава Богу, у города нашли средства, чтобы его как-то положить новый асфальт, поставить светильник. Мне очень нравится, как это сделано. Ну, по крайней мере, вот и в парке Кирова у Диорама, да. Новые дорожки, по которым приятно там покататься на роликах, на велосипеде, просто погулять с ребенком, с коляской. И в парке Гагарина, и там устанавливаются новые объекты, инфраструктуры. Но город не так богат, чтобы вот вкладывать, вкладывать, вкладывать в парке. На мой взгляд, может быть у города действительно достаточно средств. Сделать это своими силами, тогда варианту передавать никому не надо. Но, по идее, вот там должны быть и частные интересанты, и люди, которые могли бы сделать это еще и, ну, привнести коммерческую составляющую. Хотя есть вот парк Аполлов, где до сих пор там нет никакой, никакой коммерции нет. И тем не менее, есть компания Кировская коммунальная система, которая взяла на себя после, там, не очень удачный. Ну, то есть, удачный был опыт у двух Андреев, Андрея Петровых, который брал этот парк. У него просто не хватило сил. Своими только силами он сколько ни приглашал, ни призывал другие организации включиться и вкладываться в этот парк, благоустраивать его. Приглашал город, чтобы хотя бы заэкспортировать дорожки. Но, получив отказ, он в конечном счете отказался от КТС. И сейчас парком ведает ККС. Но они... Не знаю, мы сейчас что-то детская площадка. Да, да, да. То есть, они его поддерживают, но они его не развивают, потому что это все-таки непрофильный бизнес. Должна быть компания, для которой это был бы профильный бизнес, которая установила бы, там, ну, не знаю, советские игровые автоматы, какой-то общепит, что-то еще. Делала бы недорогой каток зимой, как был у Андрея Петровых. И на этом все профессионально имело бы свою копеечку, и парк постепенно-постепенно преображался. Вот именно копеечку, на этом все равно... Много не заработаешь, сто процентов. Но если это профессионалы, если это именно тот вид бизнеса, который они ведут, то там, на самом деле, есть много разных возможностей для заработка. Неплатный вход в парк, да, там что-то еще. Сделать парк именно местом... Ну, вот как люди у нас ходят сейчас, торговые центры превратились в свое родо такое культурно-торговое заведение, да. То есть люди ходят... Они так называются торговые развлекательные. Да, люди ходят, надевают красивую одежду, выходят на полдня, ходят и в кино покупки осуществлять и так далее. То есть те функции, которые раньше осуществлял рынок, а до этого храмы, да, а до этого, там, другие места, вступления граждан в Ямарке, сейчас осуществляют торговые центры. Так вот, парки тоже являются таким местом, где люди выходят, совершают променад, катаются, занимаются спортом, развлекаются. И на всем этом, в принципе, почему нет? Можно зарабатывать, но должны этим заниматься коммерческие структуры. Если город, если создать даже муниципальное предприятие, какое-то там казенное предприятие, он с трудом сможет зарабатывать. Ну, это специфика, это не должна быть все-таки государственная. Но проблема еще в том, что тут бизнес-то этот сезон, если будет бизнес. Естественно. На самом деле, прокат коньков в зиму, это тоже возможно, да, и, в принципе, можно делать его даже круглогодичным. Понятно, что со спадами какие-то вещи, парки должны жить круглый год. И должны убираться, обустраиваться, быть ухоженными круглый год. Давайте сейчас прижнемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове Олега Прохоренко. Так, продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Хотел бы я сейчас поднять тему, которая тут уже много раз обсуждалась в студии, и Олег на нее по поводу этого тоже рассказывался. Я имею в виду министерскую схему изменения структурных проектов в Кировской области вот с 1 июля уже. Должны полноценно у нас заработать министерства. Один из плюсов, по словам заместителя-председателя правительства Сергея Щеречкова, годовая экономия бюджета только по заработной плате составит более 30 миллионов рублей. Сумма довольно существенная. Но там есть и другие, конечно, нюансы. Ряд уже кандидатур, которые будут работать в качестве министров, он уже известен. Но вот все, все с 1 июля будет понятно. По-прежнему скептически ты относишься, по-моему? Скептически. Ну, не то чтобы скептически, нет, если нужно, то нужно. Я слышал мнение Михаила Курашина, что делается это долго методом размышлений. Я думаю, что сделано это аккурат к началу второго полугодия, для того, чтобы по финансам еще все было. Да, по отчетности, чтобы это было удобно. Чтобы без суеты, без спешки создали структуру. И с 1 июля она начала работать. В паблик выносилось немногое по формированию этой структуры. И тоже, наверное, нормально. То есть такие вещи нужно делать куларно, договариваться. Потому что скажешь, что такого-то человека виден. С ним еще переговоры не проведены. На его место тоже нужно кого-то. Или кого-то нужно с этого места убрать. Здесь очень длинная цепочка. И все нужно это действительно тщательно подготовить. Сначала тихонечко. А потом уже сказать, все, с этого момента мы работаем. И на самом деле не было какого-то такого сильного, серьезного сбоя. Я не видел, чтобы было чемоданное настроение. И главы департаментов все это время там сидели, курили бамбук. И думали, что все равно будет министерство, можно доработать. И вполне система была работоспособной. Поэтому ничего такого. Произойдет переход, посмотрим, как это будет. Естественно, это коснется сокращения. На 20%, если я не ошибаюсь, будет сокращено количество... Так, по крайней мере, объявлялась и заявлялась, да. ...чем объявлялась в региональном правительстве. При этом увеличатся, естественно, зарплаты, вырастут зарплаты. Но это даже не самое главное. Я слышал такой аргумент, что статус министров необходим для кадровой политики. Потому что людей, особенно из бизнеса, из бизнес-структуры, выдернуть сложно, если ты им не обещаешь нормальную зарплату, или, как в данном случае, статус лица, занимающего государственную должность. Это все-таки несколько иное, чем просто государственные служащие. То есть там есть определенные преференции, ну, то есть это уже чиновник другой категории. Людей из бизнеса, ты сказал? Ну, вытаскивать, то есть реально действующие бизнесмены и его приглашают... Нет, людей из бизнеса, пусть даже это люди, которые были не собственниками бизнеса, а работали в бизнес-структурах, ну, как Евгений Михеев был в структурах «Газпрома». Один из заместителей нынешнего представителя. Там, ну, Алексей Александрович Вершинин уже давно от бизнеса отошел передо мной до управления и занимается до этого в город-администрации, в Ленинском Киров управлении сейчас здесь. Но, как бы то ни было, то есть, опять же, такой аргумент, слышал такую вещь, что даже в муниципальном образовании город Киров люди на таких же паритетных должностях получают более высокую зарплату и в результате получается вымывание. То есть из правительства области вымываются люди туда, где им больше заплатят. В федеральных структурах, либо в структуре муниципальной власти, если там есть более высокий уровень заработка. Ну, вот здесь нашли-таки такую возможность. Посмотрим, как они управляют, да, но мне многие импонируют в плане именно как руководители, как менеджеры, поэтому посмотрим, что из этого всего выйдет. Понятно, что от некоторых лиц, которые вызывали нарекания, либо которые там не могли двигать, а сейчас же сложное время, сейчас идет секвестирование по многим расходам, то есть нужно 20-25% расходов в культуре, образовании, здравоохранении осуществить, потому что бюджет в целом сократился по понятным причинам, макроэкономическим причинам. И люди, которые обросли связями и очень давно в этой сфере вертятся, им это сделать сложнее в силу личностных каких-то обстоятельств, в силу того, что они привязаны к этому. Они не умеют вот так, по-новому, в изменившуюся ситуацию? Ну, даже не то, что умеют, они, может быть, и умеют, но сделать это сложно. То есть с людьми близкими тебе сложно поступить жестко. Ну, вот именно поэтому определенная ротация тоже происходит, когда у вас рассказывают. Определенная ротация. А насколько вот серьезно, жестко нужно тряхнуть все эти структуры? Я имею в виду обновления, в том числе и руководителей непосредственных этих будущих министерств, заместителей и так далее. Жестко настолько, насколько позволяет кадровая ситуация. Если есть кто-то на замену, то это сделать можно. Но у нас с управленческими кадрами в области так себе, да, ну, то есть люди все-таки могут выбирать между своим бизнесом, там, работе в частном бизнесе по найму, в качестве управленца, муниципалитетом, федеральными структурами и региональными структурами. Поэтому здесь не такое большое. В районах вообще швах, да, в районах со специалистами, с руководителями, с управленцами бедальцев. У нас были нормальные управленцы в каждом из звеньев, и достаточно было на каждый колхоз по грамотному управленцу уровня, там, Сергея Сергеевича Гурщина, ну, лидирующих колхозов, то у нас их было бы гораздо больше. То есть проблема не в ресурсах, проблема в управленцах. Ну, то же самое и в области. Поэтому, ну, сейчас загадывать сложно. Я думаю, что, как уже говорил многократно, что структура работоспособная, и самое главное, сейчас посмотрим, как она работает по факту. Сможет ли вот в этот кризисный период, опять же, сделать так, чтобы и сокращения прошли успешно, но чтобы не было недовольства, и чтобы была эффективность при этом. Да, то есть мало сократить количество работающих, госслужащих, но и чтобы служба не провалилась, чтобы была остатка отчетности, чтобы были какие-то меры адекватные. Они не только принимались, но еще и имели успех, были реализованы. Ювелирная такая точность в каком-то смысле. Да. Есть, конечно, один нюанс, то, что, как уже где-то видел, даже когда-то было 13 друзей Никиты Юрьевича, или как-то так, то, что все-таки иногда берут людей не по компетенции, а по лояльности, но это, наверное, везде так. То есть это не стало исключением, ну, процент таких людей все-таки невелик, большая часть из них являет собой специалистов. Еще одна политическая новость, так или иначе связанная с нашим регионом. В сентябре этого года в республике Мариел будут выборы главы республики. Маркел, да, господин, уже давно-давно, уже находится на этом постпану, с 2001 года. Ну да, да, пожалуйста. Вот, и один из претендентов на пост главы республики Мариел, который, ну, и как лидер кировских коммунистов Сергей Павлович Мамаев, вот коллеги из Мариел, его как раз-таки к кандидатуру выдвинули на эту должность. Ну, и вот новость еще о том, что вполне возможно, что еще один депутат Государственной Думы от Кировской области и от Мариела одновременно, Кирилл Игоревич Черкасов, тоже будет баллотировать. А Кирилл Игоревич не говорил о том, что он готов и будет? То есть пока его выдвинули только и все, да? Вроде бы на уровне таких возможностей предположили. Ну, вообще это интересно, конечно. В чем интересно? Республика Мариел, она, конечно, небольшая с точки зрения экономической, чуть послабже, там, Кировской области, но в прошлом году побывав там, я понял, что все-таки там, если Ленин Маркелов, вновь, если ему дадут снова пойти в главы регионов, то наши представители... Единая Россия, я уточню. Да, наши представители от других партий, там будут выглядеть несколько странно, будут в любом случае не первыми и скорее выполнят функцию того, что о них лишний раз узнают и будут говорить в прессе где-то еще. То есть просто, чтобы не забыли, да, из этой силы. Вот, если же он не пойдет, конечно, ну, тогда можно попытать счастье. Но это именно из разряда попытать счастье и не более того. Я не думаю, что есть какие-то амбиции стать главой региона в Мариел и у того и у другого кандидата. Это, вот, может быть, у них действительно аховая ситуация такая в местных отделениях ОДПР, в местном отделении КПРФ, возможно, что нет сильного представителя. Может быть, действительно это делается для того, чтобы более сильные местные представители не мешали Леониду Маркелову еще найдет срок губернаторства, не губернатора, главы региона там переизбираться. У нас остается несколько минут. Я хотел бы еще вернуться к теме бизнеса, вернее, тема бизнеса уже непосредственно связана с нарушением закона. Вот брифинг прокуратура областная устроила прошлую пятницу, где прозвучала в частности информация о том, что громкие уголовные дела в последнее время, они будут продолжать расследоваться, да, будут искаться новые факты. В последнее время речь идет о уголовных делах в отношении Николая Ганжелы, Владимира Салятина и Наталья Фукалова, а также в отношении Олега Перезина. Много уже комментариев интернет по этому поводу. Что с прокуратурой происходит на такой взгляд? Почему так упорно и настойчиво? Своя миссия, своя роль, если считается, что есть там факт, а факты в двух случаях из трех, как минимум, есть подтвержденные факты уголовного преступления, то эти дела должны дальше, ну, то есть попытки должны быть у прокуратуры доказать причастность, найти виновных лиц и доказать их причастность. В частности, по делу Навянского лыжного комбината, незаконного возмещения НДС, понятно, что незаконное возмещение НДС было. Там лишь вопрос стоит о том, кто явился выгодоприобретателем от этого незаконного возмещения НДС, кто получил деньги и кто инициировал весь процесс. И поэтому уголовное дело в отношении Владимира Петровича Советина и Натальи Фукаловой я бы переименовал в уголовное дело НЛК. Кто является действительно виновным, еще бабушка Наталья сказала, и суд все-таки в первой инстанции их оправдал с правом реабилитации. Мне не очень нравится, когда делаются попытки вот такие нажима, нахрапа, когда вроде как уже есть решение суда первой инстанции, а потом силовым методом снова возвращается дело в первую инстанцию, да еще... Ну, ты знаешь, как в процессе идет речь, когда полностью невиновных людей снова сажают за решетку, под арест, без каких-то видимых оснований. Да, это вызывает удивление, как минимум. А потом отпускают решение суда первой инстанции после визита, ну, то есть после каких-то процессов переговорных в администрации президента, вернее, в полупредстве, а затем там с Титовым, Борисом Титовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей, это значит, что суд у нас, вот, показатель того, что суд принимает решение все-таки с оглядкой. Такого быть не должно. Судья должен чувствовать себя вправе принимать то решение, которое он считает единственным верным, целесообразным, юридически выверенным, без всякого, там, видимого, невидимого нажима, без попытки влиять как через прессу, так и через каких-то, там, другие форматы. Вот, поэтому то, что прокуратура будет вести эти дела, это правило, это их обязанность. Если там есть факт преступления, они должны, как минимум, выявить и вернуть средства государству. Конечно, если государство в этом деле потерпело поражение. Единственное, я против того, чтобы не виновные все-таки отбывали наказание. Из-за того, чтобы наказание отбывали те, кто того заслужил. А как это повлияет на других представителей крупного бизнеса? Заставит быть осторожней, честней? Ну, в любом случае, каждое такое судебное решение, оно так или иначе заставляет задуматься. Ну, мы уже тут разбирали в эфире разворота на бизнес, дело по налогам, по упрощенке, когда многие предприниматели крупные уходят, там, на ИП, на Пищевку, вот, они все-таки задумываются, видят, что есть несколько процессов, есть, там, удовлетворенные особо требования, они, естественно, начинают смотреть, что вон то, они сделают ли бизнес более прозрачный, выплатить ли, там, легальные налоги, все те, которые требуются для того, чтобы обезопасить себя на будущее. Завершается программа «Особое мнение», я благодарю гостя, который сегодня высказывал свое особое мнение, Олег Пархаренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.